Итак, добрый день, друзья! Надеюсь, меня видно-слышно. Здравствуйте! Давайте с вами посмотрим интересные идеи. Первое число – октябрь. Вот так незаметно пролетел первый месяц осени. И у нас действительно есть интересные инструменты. Давайте с вами начнем с золотом. Посмотрим на дневной график. Обращу ваше внимание на то, что у нас перед этим был вот такой канал. Вчера знаменательный день был, во-первых, объемом, во-вторых, протестировали зону лоу предыдущего. То есть пошли на ретест у нас, отбились от него, причем очень сильно, да, отбились. Сейчас будем смотреть по ситуации. Очень будет замечательная ситуация, если нас опять притянут, то есть погасят весь этот рост и притянут обратно к 17.23, да, 24. Вот здесь бы я рассматривал тогда открытие шортовых позиций, потому что если этот рост задавит и обратно не пошло у нас движение к верхней границе, я бы рассматривал тогда шорты. Но если все-таки этот импульс, да, был истинным, то есть кто-то здесь сидит и действительно не хочет, чтобы цена валилась ниже, да, по золоту, тогда нужно смотреть выход выше 17.84. Я себе отметил, да, откуда был предыдущий, от предыдущего падения, да, после такого импульсного движения. Поэтому на часовике это вот так выглядит. Сейчас я отмечу эту зону 17.84. Чтобы вы посмотрели. Видите, после ложного пробоя огромного посыпались мы. Вот. Вчера протестировали, да, это на часовом таймфрейме. И где-то вот здесь, видите, здесь есть поддержка, зеркальный уровень. Я бы здесь где-то присматривался на открытие лонговых позиций, да, если все-таки этот отскок, откуп, да, все-таки был истинным, а не просто очередная возможность зайти по более выгодной цене в шорт. Поэтому смотрим пристально на следующей неделе за золотом. Опять же, повторюсь, 17.84 и 17.23 с копейками. Это наши ключевые зоны, возле которых будет интересная борьба. И после ее окончания мы увидим дальнейшее или снижение рынка по золоту или рост. По нефти. По нефти выкарабкались, да, все видели. 80 укололи. Это новый фьючерс, да, он сегодня только первый день торгуется. Ну, грубо говоря, закрылся, да, уже не торгуется. Сентябрьский нефть на московской бирже экспирируется каждый месяц. Поэтому на новом фьючерсе только укололи, да, не добили 97 копеек до 80 долларов, такой психологический уровень. Сразу же пошел откат. На старом фьючерсе, то есть мы укололи, полноценно была цена, и мы даже сходили за 80. По-новому нет. Поэтому смотрим за ситуацией по нефти. Очень будет интересно. Вышли выше, держат, да, то есть глубокого отката нету. Это очень хорошо для лонговых позиций, да, для продолжения тренда. То есть удерживают нас верхние границы канала. Нужно, конечно, пробить. Во-первых, чтобы, как сказать, вот из-за того, что я внутридневной трейдер, да, я пытаюсь заходить по максимуму именно в начале движения, то есть чтобы не пропустить... Одну секунду, я проверю трансляцию. Да, трансляция идет. Чтобы не пропустить вот этот, когда будет пробой 80. Поэтому я бы заранее заходил, да, где-то 79.06. Уже бы я пытался какие-то попытки вход в лонг, потому что после 80 может быть очень импульсное движение, и вы просто банально не успеете, да. Кто торгует на пробой, конечно, вы успеете, да. Кто торгует так позиционно, более размеренно, по проторговкам, да, по каким-то консолидациям, то, конечно, вы не успеете. Может, может дадут красивую. Я ничего не говорю, но я бы смотрел вот верхнюю границу канала как преимущественно для того, чтобы осуществить вход в лонг. Пока держат, да, так же самое было импульсное движение. Скорее всего, какое-то новостное. Честно, я еще не уточнял, что это. Потому что это было уже на вечерке, 6 вечера, и я такое не торгую. По доллар-рубль еще интересная ситуация. Находимся в такой некой консолидации у нижней границы, да, глобального такого канала. То есть мы стояли здесь уже очень долго, откололись, не увенчалось успехом, да, не пошли мы выше, и рубль укрепился. Сейчас стоит в районе 73-74 рубля. Поэтому смотрим за ним, так же очень интересный. Я просто вам покажу, к чему эти консолидации могут приводить, да. Здесь не такая она симпатичная в плане набора, да. Если мы возьмем ближайший, то вот его границы, и, соответственно, нижняя вот здесь. Вот. Не такой симпатичный. Посмотрите просто, что произошло по Сбербанку. Ну, это линия красота. Посмотрите, какой был набор. Да, мы видим четко. Набирали, набирали, выход выше. Если это истинный выход, да, то есть нас не затянут обратно в этот канал, то это будет очень большое движение, потому что копили мы почти два месяца, да. И этот в одной свече объем не может просто физически выйти. Да, он большой, огромный, но эта позиция копилась не для того, чтобы инструмент прошел, грубо говоря, от верхней границы. 970, 500, то есть там 540 пунктов. Это не для этого собиралась позиция. Точно такое же может быть и по доллар-рубль. Единственное, что здесь нет пока выхода, здесь идет набор позиций, поэтому нужно следить аккуратно. Выход может быть в любой день, тем более, что сейчас у нас такая шатковалка ситуация на рынке. По Америке, да, на фьючерсах вы видите, что происходит. Поэтому S&P также давит, да. В любой момент может произойти, да, как сказать, черный лебедь. Все мы знакомы с этой книгой, да, с этим понятием. И, естественно, что рубль тогда не удержится и будет улетать. Поэтому эта консолидация может как раз и служить набором. Поэтому моя рекомендация присмотреться к доллар-рубль. Может быть очень хорошее и интересное движение. По рекомендациям, ребята, это все, что я хотел сказать. Буду желать вам хорошего дня, желать теплого октября, да, чтобы еще бабье лето у вас какое-то было, было немножко теплых дней. И всего доброго. До свидания.